Интересны алгебраические элементы, ведь наша цель это научиться какие-то рассказывать факты о алгебраических расширениях. Итак, давайте определение. Когда у вас есть некоторое большое поле, и в нем есть какое-то подполе. Так, пример. Скажем, вещественные числа, а кусочек это множество, это рациональные числа, да? Вещественные числа это расширение для рациональных чисел. Или, другой пример. Скажем, у вас есть множество комплексных чисел, и в нем часть это вещественные числа. Кстати, этот пример крайне важен, поэтому давайте-ка мы его посмотрим. Значит, комплексные числа являются расширением множества вещественных чисел. Очень важный термин. Степень расширения. В данном случае это называется расширение в такой степени. Почему? Очень просто. Любое комплексное число на самом деле однозначно записывается вея х плюс и ипик. Ребята, какой базис множества комплексных чисел надо множеством вещественных? Это число 1 и число 2. Замечательно. Какое уравнение, которому удовлетворяет число 2? И в квадрате плюс 1 равняется 0. Вот это называется минимальный многочлен. И в квадрате плюс 1 называется минимальный многочлен. Это уравнение наименьшей степени, которому удовлетворяет рассматриваемое число 2. Так вот, другой пример. Скажем, если у нас есть множество всех рациональных чисел, и вы к нему добавляете кубический корень из 2. Отлично. Давайте подумаем, что это такое. Это множество всех чисел такого вида. А плюс Б корней кубических из 2, плюс С корней кубических из 4, где А, Б и С это треизвольное рациональное число. Скажите, пожалуйста, скольким мерным является вот это вот пространство над пространством рациональных чисел? А? Какая здесь размерность? И какой здесь такой естественный базис? 2. Нет, не 2. 3, конечно. А естественный базис какой? А, Б, С? Нет, А, Б, С это коэффициент. А, не 1? А, понятно. 1, кубический корень из 2 и кубический корень из 4. Вот базис для вот такого векторного пространства над множеством рациональных чисел. Теперь более-менее привыкаете к словам, да? Так, вот это трехмерное пространство. Значит, степень расширения равна трехмерных. Степень расширения по разной слезу степени? Это не разность, может быть, степень расширения, это сколько элементов в базисе. Того, что мы получили. Вот это векторное пространство. Вы можете вот такие числа складывать, вы можете их почитать, и вы можете их умножать на рациональные числа. Это векторное пространство. А у векторного пространства есть размерность. Вот оно трехмерное. Ребята, а сейчас будет очень важная штука. Я написал здесь квадратные скобки. Все видят? Квадратные скобки. А вот сейчас я напишу круглые скобки. И мы с вами обсудим, отличаются они или не отличаются. Давайте фиксировать. Когда я пишу квадратные скобки, это значит, что этот элемент можно сколько хочешь умножать. Ну, если несколько элементов квадратных скобок, значит, между собой можно умножать. Можно умножать на рациональные числа, на элементы того самого поля. Это называется основное поле. Это когда квадратные скобки. А вот сейчас я напишу следующую штуку. Я напишу круглые скобки. Представьте себе, что у нас есть то же самое множество, но я пишу круглые скобки. Это означает, что я разрешаю делить. Так, ну, когда я выделить, то будут возникать тропы. Какие будут возникать тропы? Ну, в числителе будут произвольные такого типа. И в знаменателе будут выражения такого же типа. Замечательно. Значит, это вот что я понимаю. Это А плюс Б корней кубических из двух, плюс С корней кубических из четырех, разделить на такую же пункцию. На Х плюс У кубических корней из двух, плюс С кубических корней из четырех, где А, Б, С, Х, У, З – это все рациональные числа, при этом Х, У, З – не все равны. Ну, то есть на 0,9 – это все-таки нельзя, да? Ребята, сколькимерное это пространство над множеством рациональных чисел? Пяти. Пяти – это потому, что Максим сообразил, что можно числить через знаменательство, умножить до одно и то же число, да? Замечательно. Слушайте, нет, я вам сейчас скажу, что бесконечно. Объясняю почему. Потому что вы берете такие числа. Единица делить на один плюс Н кубических корней из двух. Н на параличем один на три четыре. Интересно, как их между собой? Это все разные элементики. Так вот, ребята, на самом деле, оно и не бетильное, и не бесконечно верно. Это множество совпадает с тем. И это не частный случай кубического поля, а всегда так. И согласитесь, это очень прощает все это. Более того, так всегда. То есть, в общем случае, когда вы к некоторому полю добавляете алгебраический элемент, вот это, вот у нас это, вот эта часть, как к полю, то есть вы решаете делить, то это то же самое, что вы добавляете его к кольцу. Это просто одно и то же множество. Другими словами, можно освободиться от иррациональности взаменателя. Между прочим, если у вас есть какие-нибудь задачи, молодые, ну, достаточно сложные, то вы, для школи, то вы обязательно найдете там задачки такого типа освободитесь от иррациональности взаменателя. Ну, например, как я точно написал, единица делить на 1 плюс кубический корень из 2. Сумейте это написать в виде сколько-то плюс сколько-то корней из 2 плюс сколько-то корней из 4. В доме это сопряженное. А что такое сопряженное? Когда уравнение второй степени, что такое сопряженное? Понятно. А что такое сопряженное для числа третьей степени? Да, там есть решение. И наша с вами цель узнать, что это такое. Что? Там, в общем, без коэффициента 2 кажется, как неполный квадрат, только с минусом. Ага. То есть в этом случае вы хотите, что называется, применить формулу Школьми алгебр, да? И у вас все получится. Это правда. Действительно, конкретно в этом случае вы можете сделать очень просто. Вы можете, действительно, сначала сумму нужно на 1 кубический корень из 2. Давайте, Владимир, я сделаю, если вы хотели. И тогда равенство получится такое. Это будет а плюс а плюс а плюс б кубических корней, да? Дальше плюс б плюс с кубических корней из 4. И еще, когда вы здесь будете умножать, еще получите 2с. Поэтому на самом деле у вас такая система, только, ребята, смотрите, это абсолютно не общее рассуждение. Итак, я хочу доказать, что здесь вот можно писать квадратные скопки. Так вот, у вас получается такая система а плюс 2с это единица, а плюс б это 0, и б плюс с это тоже 0. Ну, разумеется, эту систему совершенно запросто можно решить, наверное, да? Посмотрите, что вы можете из последнего уравнения б минус с, из этого уравнения а это с, да? Ну и соответственно из верхнего уравнения если а это с, то с это 1 третья. Замечательно. Получилось, что здесь вот надо взять 1 треть минус 1 треть кубического корня 2 плюс 1 треть кубического корня ес 4. Ну, действительно, для знатоков школьных формул сокращенного умножения надо было написать, что 2 минус 1, понимаете, да? Ну, формул знаменитую 2 минус 1 это единица при этом что такое 2? Это кубический корень из 2 в кубе что такое 1? 1 в кубе вот, соответственно, разложить по формуле разности кубов и получится то самое нет, не получится то самое надо, чтобы я делал плюс 1 плюс 1 а здесь будет 3 вот, так получится тогда корень кубический плюс 1 умножить на как раз эту штуку с специальными минус середине будет 3 и все получится но, это рассуждение крайне специфическое оно, конечно, использует вашу любимую школьную формулу сумму кубов но понятно, что науку на нем не сделать давайте сделаем следующее давайте я вам сейчас в общем виде все-таки еще раз напомню, что такое минимальное многочленное евроическое число и вот эту важнейшую действительно важнейшую теорему самую начальную давайте я ее вам сейчас строго докажу господа когда я сказал что число должно удовлетворить равнению я конечно молодец позаботился о том чтобы старший кризис был бы минус это замечание но я на самом деле не сказал ну потому что формально можно было этого не говорить я не сказал что вообще-то многочлен надо чтобы был неприводим неприводим или то же самое неразложим на множители объясняю пример скажем если у вас есть такое равнение скажем х к четвертой минус шестнадцать равняется неразложим понимаете что его можно разложить а именно х-2 умножить на х-2 умножить на х-2 плюс 4 какие корни у этого многочлена х-2 и минус 2 и вот это их ну как комплексное да то есть рациональных корней у этого так вот ребята мы все время имеем дело с полями то есть мы считаем что если воспроизведение каких-то двух объектов равно нулю то один из них объявит равен нулю соответственно когда у вас многочленов сложился на ножке то вы отдельно решаете уравнение что и вот это что х-2 или х-2 минус 2 или х-2 равняется 4 это реально три разных уравнения поэтому когда мы будем делать такими загочленами давайте пользоваться словом неразложим то есть если бы это уравнение у вас раскладывалось как только я только что написал то тогда фактически мы имели бы дело с несколькими отдельными задачами и соответственно есть там корни одного множество корней другого корней третий совершенно разные числи поэтому я сейчас буду считать что вот этот многочлен является неразложимым на множителе ну то есть конечно можно на константы на множители разделить совершенно запросто от этого ничего не изменится но никак нетривиально разложить произведение множителя меньшей степени его нельзя замечательно ну или другой способ взять на а-н разделить самый простой сказать что разделили на а-н тогда старший коэффициент будет равен чему единицам и тогда неразначен уже будет единицам понятно понятно все пишут разделилин а-н пусть а первое разделить на это, плюс а нулевое разделить на это. Вот этот многочлен, давайте будем называть минимальным многочленом для числа это, минимальный, это, собственно, минимальный сеть, минимальный многочлен для числа это и давайте его обозначим f. Итак, третий секунд, когда вы пишете в него θ, то это у нас вообще-то ноль, потому что у нас θ, а мы графическое число, вот эта штука у нас ноль. А меня сейчас интересует именно многочлен, женщина, многочлен, это значит, надо написать туда не конкретное число θ, а, извините, вот минимальный многочлен, это то, что я сейчас вижу. x это переменная, это буква, потому что, строго говоря, просто написано число ноль, только хитрым способом, а минимальный многочлен это выражение вот такое, х в степени н, там, плюс, ну, что там написано, только вместо θ написано и в х. Так вот, ребята, важно, чтобы f был бы не приводим или то же самое не разложим на множители, в произведение двух многочленов меньшей степени. Я сейчас вам докажу. Тянем. 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 n-1, 2, плюс bn-1, это произвольный за член степени n-2, плюс b1, x, плюс b1, то либо просто на просто все коэффициенты нули, то есть все коэффициенты, это не bn-2, rn-1, просто бабки стали, многочлен степени равны. Или существует такой многочлен gx степени не выше, чем n-2. Ой, стоп! Ребята, вы меня простите, ради бога. Здесь у меня было n? Да. Почему я здесь взял n-2? Не понял. Я имел в виду следующее, что я могу n-ю степень выбрасывать. Простите, пожалуйста, это просто описка. n-1. n-1. n-1 перешлить. Потому что я могу отбрасывать n-ю степень, а n-1, простите, пожалуйста. Итак, здесь я n-1 написал. Да? То есть в голове-то я и понимал, что у меня n-1, но ничего, ничего. Так вот, то существует такой многочлен степень не больше, чем n-1. что? А вот дальше очень важная разница. Что когда gx умножаешь на hx и делишь с остатком на fx, то остаток получается равным единице. поскольку я имею в виду, что сейчас кто-нибудь что не понимает, то я это буду еще раз рассказывать. Долго и понятно. Потому что это действительно очень важно сказать. Что у нас есть? У нас есть некоторый многочлен. Ну, например. Например, у нас есть вот такой многочлен. x2 плюс x плюс 1. Смотрите, представьте себе, что я хочу, чтобы у него был корень. Кстати, интересно, а у него есть корень или нет? Это x плюс 1 вторая в квадрате плюс 3 четвертых. Согласны? То есть в вещественных числах корни у него нет. Это в вещественных числах всегда будет что-то. Замечательно. А я хочу. Ну, так же, как когда строят комплексные числа. Я хочу, чтобы было такое число и, которое в квадрате равняется минус 1. Так вот, ребята, что я делаю, когда я хочу такого числа? Я говорю, что я вот буду считать, что оно у меня как бы есть. И буду с ним выполнять все действия так, как если бы мне вот это число удовлетворяло. Ну, это же какой-то такой беспомощный лепетик. Что значит? У меня нет, а я буду работать так, как если бы оно у меня было. Так вот, для того, чтобы этот беспомощный лепетик превратился в какую-то внятную фразу, говорят следующую штуку. Я рассмотрю. Вот эти понятия будут. Я рассмотрю сейчас все многочлены от х. Как обозначается множество всех многочленов от х? Куб в квадратных скобочках х. Понятная идея? Многочлены можно складывать, можно вычитать и можно умножать. Они не обязательно второй степени, не обязательно первой. Они могут быть хоть миллиардной степени. Это всевозможные многочлены от х. Это кольцо. Это смысл слова кольцо. Все понимают? Там можно умножать, вычитать, но про деление никто не обещал. Ну и там выполняется естественное правило действия. А плюс В плюс С равно А плюс В плюс С. Замечательно, это кольцо. А сейчас я рассмотрю то, что называется фактор кольцо. Ребята, на самом деле я не обещаю, что будет легко. Нам потом потребуется группа. Потребуется соответственно фактор группы. Легкого пути никто не обещал. Но тем не менее, что такое фактор кольцо? А это вот что такое? Я считаю нулем любой многочлен, который делится на х квадрат плюс х плюс один. Обозначение такое. Ставят такую косую черту и пишут х квадрат плюс х плюс один скобочком. Иногда для пущей важности пишут вот так вот. Вот это множество в математике называется идеал. Идеал. Когда математик идет и говорит, что я сейчас рассмотрю идеал, это вовсе не значит, что он на девушек колес. Вполне реально, что он при этом думает о своих задачах. И слово идеал действительно является абсолютно четким термином определения. Идеал называют такое множество, которое вместе с любыми двумя элементами содержит их разность. Ну где разность, там сумма, естественно. Вот. И содержит любое кратное своего элемента. Ну например, в множестве обличий целых чисел. В множестве целых чисел. Какие бывают идеалы? Степень двойки. Нет. Сумма двух степеней двойки, не степень двойки. А идеалы бывают вот такие, ребята. Идеалы, состоящие только из одного нуля. Идеал? Натуральный. Когда вы складываете ноль плюс ноль, получается ноль. Ноль минус ноль, получается ноль. Умножаешь ноль на любое целое число, получаешь ноль. Отлично. Какие еще бывают идеалы? Натуральные числа. Натуральные числа. Нет. Разность двух натуральных чисел, не натуральных чисел. Но вместе с ноль. Все равно. Пять минус семь – это минус два. Кто приведет пример идеала еще? Целый. Что? Целый. В множестве всех целых чисел. Разумеется. Разумеется. Все множество. Целых чисел – это тоже идеал. Что? Отлично. Еще раз. Нет. Оказывается, не с вами, ребята. А четные числа. Конечно. Это называется главный идеал, порожденный числом два. Все числа, которые делятся на два. Почему? Потому что если число делится на два и другое делится на два, то разность тоже делится на два. И если число делится на два, то на что его не умножай, результат будет тоже делиться на два. Согласны? Да? Угу. Это все числа, кто делится на два. То же самое для тройки, для четверки, для пятерки. Так вот, ребята, все идеалы, которые имеют такой вид, все кратные не только первого числа. Называется главный идеал. Главный идеал – это вот что такое. Это все кратные не только одного элемента. И оказывается, что никаких других идеалов в множестве целых чисел нет. Кстати, эту теорему тоже неплохо доказать. Теорема. Z – кольцо главных идеалов. Кольцо главных идеалов. То есть, любой идеал, любой идеал Z – главный. Ну, кстати, они все понимают, что вот это вот идеал состоящий всех кратных нуля, правильно? Угу. Вот. Интересно, кто-нибудь из вас знает доказательства этой теории? Давайте я повторю ее условия без слов «идеал». Кстати, ребята, вообще, когда вы учите какие-то новые математические понятия, крайне важно на первых шагах всегда, что называется, переводить новые понятия в то, что вы уже знаете. То есть, вот вам говорят «идеал», а вы внутри себя говорите. Множество, которое вместе с любыми своими двумя элементами содержит их разность, а также вместе с любыми своим элементом содержит все его кратные. Услышали? Да? Что такое «идеал»? Что такое «идеал»? Содержит все кратные любого своего элемента, и можно складывать и прочитать любые два элемента этого самого «идеала». Итак, никаких идеалов, кроме тех, что вот на той доске выписаны, в множестве целых чисел нет. Сможем доказать? Просто, если мы не сможем, то никаких произвольных чисел вам не будет. Потому что мне для «идеал» произвольных чисел нужно то же самое, только для «самого кончика». А понятно, что если мы не можем понять эту ситуацию множество целых чисел, то какие-то более сложные кольца брали смыслом. Итак, дали произвольные числа. Понимаете ли вы, что в любом идеале есть число ноль? В любом идеале есть число ноль. Согласны? Потому что для числа а и для числа а есть разные страны. Отлично. Дальше. Если в любом идеале есть какое-то отрицательное число, некоторое число а отрицательное, то понятно, что ноль минус а тоже должно быть в идеале. Поэтому, если есть отрицательное, то есть и? Положительное. Ну, соответствующая остатка минус положения. Отлично. Ну, а теперь последний удар. Из всех положительных чисел выберем? Какое? Наименьшее, конечно. Ребята, стандартная, стандартная для любого математика фраза. Если вам дают какую-то задачу, темного взять, надо посмотреть там или на самый большой, ну, в случае целых чисел трудно искать самый большой, ну, или на данном случае самый маленький, умножьте натуральные чисел. Я повторяю. Если вам дали идеал, то вы говорите, что там обязательно а минус а, то есть ноль. Если там есть отрицательное число, то там есть положительное. И из всех положительных берем наименьшее. Отлично. Отлично. Его обозначаю буквой n и говорим, что если у нас в идеале есть число n, то по определению идеала n плюс n, в общем, все кратные, да? и минус n, минус 2n и так далее. В общем, вот это входит в идеал. Вместе с его элементом нет, все его кратные должны быть просто по определению идеала. А почему других нет? а потому что деление из остатков. Вот у вас есть числовая община. Здесь есть числа 0, n, 2n, 3n. Вы представьте себе, что в идеале есть какое-нибудь другое число. Что тогда будет? Тогда можно вычислить из 2. Тогда вы из этого числа идеала вычитаете тоже лежащее в идеале кратное число n и получаете что? Другое число. Формально говоря, деление из остатков должны все знать, правда? Значит, берем некое число, которое приближит идеалу. Идеал обозначаемый буквой. Есть число из идеала. n это было самое маленькое направление число, лежащее в идеале. a делим на n состатком. Что здесь делить с остатком? Это значит nq плюс r. Где q какое-то целое число, а r у нас остаток. То есть ему больше нуля, потому что a у нас не делилось на r. И меньше, чем n. Ну и говорим, что a минус nq это r. Обладает каким свойством? Принадлежит идеалу. Понятно почему. Потому что a из идеала, n из идеала. Значит, это принадлежит идеалу. И при этом меньше, чем n. Значит, n было не наименьше. То есть мы что? Что вы сделали? Получили противоречие. А? Не слышу. Нашли новые наименьшие. Нашли новые наименьшие. Ну, мы n брали наименьшие. То есть мы получили противоречия. В отличие от реальной жизни, где он кто-нибудь соврал, извинился, соврал, извинился. В математике так не бывает. В математике, если нашли противоречия, то уже навсегда. Мы доказывали утверждение, что главный идеал совпадает с этим. Мы предположили, что он не совпадает, получили противоречия. Значит, на самом деле, совпадает. Все понятно? Все. Ребята, вот теперь вдохновленные этим знанием, что Z – кольцо главных идеалов. Давайте, ну и вообще тем, что идеалов. Давайте подумаем, а что же такое фактор кольцо. Ну и, собственно говоря, подумаем, как же доказывать вот эту теорию. Что такое взять фактор кольцо? Если это не понять, то вся дальнейшая теория бессмысленна. Кстати, я наедичная. Я думаю, что сегодня это успею сказать за 5 минут, и потом буду говорить о группах. Вот, выяснилось, что эти 5 минут достигнулись на всю лекцию. Ну, ничего страшного, зато, надеюсь, что... Давайте поставим перед собой такую задачу. Пусть есть некоторое кольцо. Ну, хотите кольцом на кольцове. Хотите множество целых чисел. В общем, некоторое кольцо. Давайте. А – это кольцо. Кстати, интересно, в английской литературе, скорее всего, какая буква будет написана? Ау. Эр. Потому что по-английски кольцо – это как? Ринг. На Р начинается, да? Ну, хорошо, пусть А – это произвольное кольцо. Пусть И – это идеал. Итак, я сейчас объясню вам, что такое факторизация кольца по идеалу. На самом деле, ребята, если вы хоть когда-нибудь решали задачи по теории чисел, то вы, безусловно, этим занимались. Такой знаменитый прием. У вас есть какие-то числа. Посмотрим, какие четные, а какие нечетные. Это называется факторизация по идеалу гражданному числу 2. Мы смотрим – осталось. Или смотрим остатки отделения натрия. Это факторизация по идеалу гражданному числу 2 и так далее. Теперь, значит, формальное определение такое. Ребята, каждому элементу кольца, вот если у вас Х – это некий элемент А. Вы ставите в соответствие следующее множество. Х плюс И. Ой, и нехорошо, потому что И может быть с минимальной единицей. З, где З пробегает все элементы из них. Смотрите, что у вас происходит. Вы элементом кольца ставите в соответствие то, что в теории числа называется класс вычетов. Ну, то есть, вы рассматриваете наш идеал и все его элементы сдвигаете на число Х. Ко всем к ним прибавляете. Дайте конкретный пример. Скажем, если А – это у нас множество целых чисел, идеал – это остатки отделения на 3, то смотрите, что у нас тогда будет элементами факторов кольца. Простая вещь. Фактор кольца состоит из трех элементов. Это, во-первых, сам главный идеал. Это числа, дающие остаток 1 при отделении на 3. И это числа, дающие остаток 2 при отделении на 3. Так вот, ребята, смотрите, что тогда у нас будет. Если у вас число Y, какое-то есть, которое отобразится в множество всех чисел вида Y плюс T, где T принадлежит нашему идеалу. Да? Вопрос. Куда перейдет произведение XY? Да, очень просто. Когда вы берете XY, или, когда вы берете XY, то соответствующий объект будет выглядеть так. Это будет X умножить на Y плюс какие-то элементы из идеалов. Такой ответ очень важный. Что, когда вы умножаете любой элемент вида X плюс Z на любой элемент вида Y плюс T, то на самом деле у вас получается элемент вида XY плюс T. Давайте я это даже напишу отдельную формулу, потому что это очень важно. Значит, смотрите, вот берете элемент X плюс Z, умножаете его на Y плюс T. Честно раскрываем скобки. Получается XY плюс ZY плюс XT плюс ZT. Господа, Y, Z принадлежит идеалу, потому что Z из идеала, а любое кратное элемент из идеала из идеала. XT принадлежит идеалу, потому что T из идеала, значит, XT из идеала. ZT тем более, потому что Z из идеала, на что у него нажимают. Вот эти все элементы из идеала. Поэтому, когда вы смотрите для произведения, то у вас тоже все произвлечение. Вот этим образом я считаю, что объяснил вам, что такое взятие фактор кольца. И сейчас я все-таки пытаюсь, тяжело, правда, я попытаюсь объяснить вам показательства вот этой самой теоремы, как у вас алтроидческие числики. То есть я попытаюсь объяснить, что значит присоединять к полю алтроидческое число, которое является корнем минимального бочеряна. И почему вот это вот замечательное равенство, что когда присоединяешь алтроидческое число в квадратных скобках, то это то же самое, что присоединяешь его в круглых скобках. Для начала еще раз повторю. Понимаете ли вы теперь, что значит присоединить к множеству всех целых чисел корень вот такого многочлена? x квадрат плюс x плюс 1. Или все еще не помню? Посмотрите, у вас есть многочлен x квадрат плюс x плюс 1. Мы уже поняли, что он неразложим на то, что функциональных чисел. Правда? Правда. Что мы реально делаем? Мы берем всевозможные многочлены от буквы x. Совсем-совсем все. Вот они здесь выписаны в кодексах к кольцу. Вот здесь все осталось. Все многочлены. И дальше, когда у вас есть такой многочлен, то умножаем его на любой другой многочлен. То есть поправим многочлен на многочлен. Но все время помню, что когда у вас есть x квадрат плюс x плюс 1, то вы можете его отбросить в любой момент. Сколько хотите раз его прибавить, сколько хотите раз его вычислить. На любой многочлен добавить. Но все равно мысленно x квадрат плюс x плюс 1 считаем нулем. Это так же, как когда вы имеете дело с четными и нечертыми числами, вы в любой момент в четное число добавили, отняли, без разницы. Вот форма. Вот такая форма. В общем случае, если у вас есть произвольное поле и многочлен, в общем случае выражение такое. Вы берете все многочлены от одной буквы. И дальше, внимание. Работаете с ними, просто их перемножаете и так далее. В любой момент кратный многочлена f от x. Давайте, да? Ну вот так вот обычно пишут. Или то же самое, можно было просто f от x заключить в буквы и скобки. Это было бы то же самое. Только почему? Не в двух. У меня произвольный поле как? Вот это и есть присоединить к полю алгебраическое число, являющееся полем нашего многочлена. Давайте теперь перечитываем вот эту самую теорему. Просто поймем, что здесь написано, что тут у нас хотят. Если есть какой-то произвольный многочлен, тут написано, что n-1 степень. Ребята, понимаете, почему на самом деле я написал n-1 степень здесь? Потому что когда у вас есть многочлен, то пользуясь тем, что вот это у нас 0, вы можете n-1 степень заменять. Ну то есть смотрите, когда у вас здесь вот встретится какой-нибудь там x, ну не знаю, x в пятом, то вы можете сказать следующее, что x в квадрате это минус x минус 1. Поэтому что-то x в пятом. Это x в кубе умножить на минус x минус 1. И стало уже степень на единичку меньше. А здесь можно потом степень еще 3 и так довести до первой степени. Потому что когда у вас есть 6 в квадрат, его можно заменять на минус x минус 1. Поэтому здесь не зря написано многочлен n-1 степени. Итак, если есть любой многочлен n-1 степени, то теорема звучит так. Либо он просто равен любому. Либо же, смотрите, что. Есть такой другой многочлен g, что g от x умножить на h от x, что такое по модуру f от x. Ну вообще-то это означает, что это будет единица плюс сколько-то там f от x. Давайте логику поймем. g это, он должен существовать, да? То есть, g в ничь. h, он нам дан. То есть, у нас написано следующее. Для любого h, который не ноль, существуют такие же и эти. Вот это мы должны доказать, что как только у вас, как только у вас дан неприводимый, здесь очень важно, f от x неприводимый. Это у меня здесь написано, да? Неразложимый многочлен. Неприводимый. 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 Вот. Как только нам дали неразложимый многочлен f и какой-то многочлен h, нам дали вот эти вот h и вот этот f, то для них существуют такие g и n, что выполняется вот это реальности. Ребята, если кто-то из вас учит в математической школе, то вы наверняка учили так называемый алгоритм Евгелия. И там была такая штука. Если вам дали два взаимно простых числа, например, число 29 и число 2017, то существуют такие натуральные числа, что вот эта штука равна единице. Было такое? Было такое то же самое. Только для многочленов. Что играет роль 29? h. Что играет роль 2017? f. Идею поняли? Точно поняли? То же самое. Это должна быть единица. И доказательство один к одному похожее. Вот, между прочим, это очень важная океанная штука. Изучение целых чисел очень часто похоже на них. То есть очень часто конструкции, которые мы привыкли к целых чисел, а абсолютно, ну там, соответственно, словесные изменения, абсолютно похожие есть. Ну, иногда совсем похожие, иногда с изменениями. И вот. Ну, вот в данном случае проводим так вот. Смотрите. Давайте докажем это на языке идеалов. Я понимаю, что вы только сегодня ввели и сами идеалы. Но, если честно, я их ввел ровно для доказательства этой теории. Ребята, напоминаю. Ф – это неразложимый многочлен. H – это любой многочлен, который не делится на F. Я сейчас беру идеал. Внимание. Я рассматриваю идеал, порожденный элементом H и элементом F. И спрашиваю, что же это за идеал. Посмотрите, у нас сегодня были главные идеалы. Это все кратные некоторого одного и того же элемента, да? А это не главный. Это идеал, порожденный двумя элементами, двумя многочленами. Во-первых, давайте разберемся, что это такое, например, по определению. Идеал, порожденный двумя элементами – H и F. Это, на самом деле, всевозможные выражения такого вида. H от X умножить на что-то плюс F от X умножить на что-то. Ребята, на самом деле, это есть множество всех выражений такого вида. Значит, с каким-то коэффициентом надо сделать H. Кстати, хоть плюс, хоть миг, может быть, перед L просто поменять. Поэтому, да, и сделать L. Где G, L – это многочлены. Я уже объяснял вам, почему мне не так важно, какой они там степени. Потому что можно всегда уменьшить степень, да? Пользуясь тем, что кратные F у нас есть. Так вот, чувствуете себя в связи? Или нет? На самом деле, как только я докажу, что единица принадлежит вот этому самому множеству, так у меня автоматически все получится. Это будет то самое множество, которое мне нужно. Так, кстати, все понимают, почему этого множества достаточно для решения задачи? Потому что G умножить на H – это единица. Это означает, что мы дробь 1HT сумели записать в виде G. Понимаете, да? То, что G умножить на H – одно единица. Это в точности, что 1HT – это G. Это называется освобождение от функционалистов знаменателей. Итак, если мы с вами докажем, что среди таких элементов есть число 1, то что? То задача будет полностью решена. Согласны? Замечание. Это идеал? Я спрашиваю, это идеал? Идеал. 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 Это идеал. На всякий случай для тех, кто собирается потом стать студентами. В математике, кроме идеалов, есть еще правый идеал и левый идеал. Такое любимое развлечение. Дело в том, что вовсе не всегда вам не перерасматриваются ситуации, когда A умножить на B равно B умножить на A. Если кольцо у вас не коммутативное, то в таком случае важно, с какой стороны умножать. Ну и, соответственно, с одной стороны, если можно умножать, то называется левый идеал, а с другой стороны это называется правый идеал. Так что для математики тоже любимое развлечение рассматривать левый идеал. Или рассматривать правый идеал. Или когда и левый, и правый, называется двусторонний. Когда и с той стороны умножать, это называется двусторонний идеал. А теперь можно по-другому понять учебник истории России. Лево-бережное. Да, да, да. Россия стремилась к идеалу. Всей стороной сидят и умножают. Да, да, да. В поисках идеала. Да, да, да. Девушка страдала, пропускала идеал. Ну да, когда сидела девушка, искала идеал. Я понимаю. Чем старше вы становитесь, тем многие тексты для вас наполняются самым странным смыслом. Действительно, он искал идеал. Теперь вы понимаете, что это такое. Так вот, мы в данном случае ищем этот идеал. Мы хотим доказать, что на самом деле это единица. Что это в точности множество порождено. Ну, что это все кольцо. Да? Так вот, ребята, это очень легко. Потому что кольцо многочленов – это кольцо главных идеалов. Точно так же, как здесь. Помните, я вам говорил, я перечислял вам на доске все идеалы в множестве целых чисел. Ноль, все кольцо, а также четные числа, делящиеся на три и так далее, делящиеся на три. Все идеалы, все идеалы главные. Так вот, ровно так же. Оказывается, что в кольце вот это х от х. Давайте это фиксируем. Значит, х от х, х – это поле. Это кольцо главных идеалов. Теорем. Если х – это поле, то х от х – кольцо многочленов от одной перемены. Кольцо главных идеалов. То есть, когда вы берете любой идеал в нем, то он непременно главный. Доказательство совершенно такое же, как для множества целых чисел. Вспоминайте, вот там 10 минут назад было, как мы доказывали для кольца целых чисел. Что мы там делали? Рассматривали. Забыли уже? Х квадрат плюс х квадрат. Нет. В кольце целых чисел. Наименьшие. Отлично. А если вам дали идеал здесь? Тоже? Итак, давайте. И – это какой-то идеал. Это какой-то идеал в кольце атакса. Какой многочлен в этом идеале вы сейчас рассмотрите? Наименьший в каком смысле? Рассмотрим и… Ну давайте, давайте. Я даже слово «наименьшее» напишу. Но вопрос в каком смысле? Как вообще многочлены между собой… Наименьшей степени. Молодец! Конечно! Наименьший по степени. Ну можно считать, что со старшим коэффициентом единица, потому что от того, чтобы умножить или разделить на любое число человечество, и менять, наименьший по степени многочленов. Ну, ребята, если он нулевой степени, то это означает, что просто напросто число один, даже и, значит, ну это просто и совпадает со всем коэффициентом. Что и это просто то же самое, что наш комплекс. Если он какой-то там не нулевой степени, то это будет некоторый конкретный многочлен. Давайте вот так обозначим. М от х. И из чего состоят все элементы нашего идеала? Из кратных многочлена М от х. Согласны? Понимаете, почему не может быть никаких элементов? Почему обязательно наш идеал, это в точности главный идеал, порожденный многочлен М от х? Почему он состоит в точности из кратных М и ни из чего больше? Потому что можно делить состав. Потому что если бы случайно какой-то элемент из нашего идеала не поделился бы на М от х, то мы бы взяли, поделили его с остатком на М от х, получили бы ненулевой остаток, который по степени меньше, чем в степени М от х, и этот самый остаток благополучно преднадлежал бы идеалу М. Точно так же, как для целых чисел. Понятно? Так, остальным? Еще раз медленно повторяю. В идеале мы взяли среди всех его многочленов, многочленов на меньшей степени. Взяли? Взяли. Ну, здесь еще формально надо сказать, что если там только число ноль, то все хорошо, наш многочлен состоит, наш идеал состоит только из нуля. Ну, кстати, мы рассматриваем нами случаи, нам интересен вот этот случай. На самом деле, что называется, что подобного нет, да? Потому что это нули. Вот. Ну, а если все-таки есть не только ноль, то степень постоянного многочленов, то есть, в котором нет х, считаем равную нулю, ну и там у любого многочлена есть степень, у любого, отлично, столько нуля. Есть степень. Так вот, из всех многочленов берем многочленные меньшей степени. Это, поняли? Поняли. Обозначаем его М от х. Значит, он принадлежит идеалу. Сейчас мне от вас не нужна остая вещь. Если мы с вами взяли любой идеал в кольце многоженов над корпусом, среди его элементов взяли минимальную степень. Это понятно? Понятно. Сейчас мне тогда нужно следующее. Если есть любой элемент из нашего идеалова, то мы его можем разделить со статком на М от х. Вот представьте себе, что какой-то там многочлен принадлежит идеалу. М от х, да? Тогда вы этот самый М от х делите с остатком на М от х. Получается, значит, получается так. Получается М от х умножить на М от х плюс какой-то там остаток. Р при этом по степени меньше, чем М. Но внимание. М-то у нас принадлежит идеалу. Р принадлежит идеалу. Значит, М от х нам принадлежит идеалу. Потому что любое кратное элемент из идеала принадлежит идеалу. Р от х минус М от х тоже принадлежит идеалу. И, значит, получается, что Р тоже должен принадлежать идеалу. Но у него степень меньше. Такого не бывает. Таким образом, на самом деле, я оказал, что любой идеал главный. Ребята, я пока не могу сюда писать единицу. Но я уже могу сюда написать, что это какой-то там М от х. Смотрите, каким свойством обладает многочлен М от х. На него делится f. Это понятно? Но f неприводимых гачал. А на что может делиться неприводимых гачал? На единицу. На единицу и на f. Значит, для m есть два варианта. Либо это единица, либо это f. И при этом на m должен делиться h. А по условию задачи h будет в меньшей степени и не 0. h не делится на f. Значит, давайте еще раз на сегодня ситуацию. То, что идеал главный, то, что нравится, означает, что на этот m должно делиться и h, и f. Но у f есть всего два делителя. Это единица и f. f бывает, потому что h на f не делится. Значит, на самом деле я все-таки здесь вышел по самому единику. Это просто-напросто личный дел. А значит, единица принадлежит. А значит, единица в таком виде представима. А значит, это теорема доказана. Ну что, я счастлив. Я счастлив. На самом деле, эту программу мы не выполнили.